Вассан, знаешь, на какой мысли я себя поймал перед приостановкой сезона? Какой, Сань? На то, что вот все мы восхищались нынешним Ливерпулем. Кардер и Оуэн пытались общественности навязать мнение, что это одна из лучших команд в истории мирового футбола. А что по факту? Она классная, да, но проиграла 4 из 6 последних игр в важнейшей части сезона и превратилась в абсолютно обычную. Такие команды есть каждый год. Саш, я вот с тобой вообще не согласен. Несмотря на небольшой спад, Ливерпуль-Клоп уже несколько лет главная сила мирового футбола. И в Англии настолько мощных команд, Саша, не было. А напомню тебе, как Манчестер-Сити, спонсором которого являются наши партнеры из MarathonBet, недавно всех выносил, в том числе Ливерпуль в АПЛ. Ладно, хорошо, хорошо, давай так. В этот раз предлагаю обозначить в причинах 5 четких пунктов, по которым мы определим, что Ливерпуль, этот Ливерпуль является величайшей командой в истории АПЛ. Выступление в игрокубках, выступление в Англии, игровой стиль, состав и тренер. Согласен, готовься проигрывать. Ну, конечно. В Еврокубках этот Ливерпуль невероятен. В истории АПЛ не было больше ни одной команды, которая бы с новым тренером в своих трех первых европейских розыгрышах трижды доходила до финала. В сезоне 16-17 Клоп возглавил красных и сразу вывел в решающий матч Лиги Европы. По ходу того чемпионата Юрген только пришел в Ливерпуль и финишировал с седьмым. Но потом отобрался в Лигу чемпионов и сразу был финал. А в 2019-м самая сильная команда последних лет наконец-то взяла трофей. Да и в этот раз была фаворитом. Просто случился форс-мажор. Достижения красных в Европе, конечно, неплохие, но в истории АПЛ были команды гораздо круче. Челси Лигу чемпионов и Лигу Европы выигрывал два раза подряд, а не просто играл в финалах. Ливерпуль в начале века тоже брал эти два трофея, причем в гораздо более крутом финале. Ну а сорняком тут стоит, конечно, Манчестер Юнайт от конца нулевых. Клуб трижды за четыре года выходил в финал Лиги чемпионов. Один раз победил, а дважды проигрывал просто потому, что попадал там на самую сильную в истории Барселону Пепа с пиковым месси. В Англии Ливерпуль второй год подряд показывает потрясающий футбол. Уже в прошлом году они чудом не стали чемпионами, установив рекорд всех времен для серебряных призеров. Вы помните эту супергонку? Только вот Ман Сити в этом сезоне из нее выпал. Невозможно такой космический уровень держать долго. Но Ливерпуль может. Он уже установил бесчетное количество рекордов. И если бы не приостановка АПЛ, раньше всех в истории Лиги стал бы чемпионом. Причем ощущения, что победный цикл этой команды заканчивается, вообще нету. В истории АПЛ были заметны более доминирующие команды. Тот же ЖЗС Челси и Гвардиолос Сити побеждали два года подряд, устанавливая множество рекордов. Они занимали вторые места. Про непобедимый Арсенал вы сами все знаете. А Фердисон вообще брал АПЛ по три раза к ряду. И это случалось в моменты, когда была суперконкуренция, настоящий топ-4. А не как в этом сезоне, когда все команды топ-6 перестраиваются. Отсюда и суперсерия. И вообще, Клоп уже четвертый сезон в Англии. И до сих пор не стал чемпионом и не взял ни одного местного кубка. Стиль нынешнего Ливерпуля невероятно привлекательный. Клоп придумал несколько крутых фишек. Вроде превращение крайних защитников в главных плеймейкеров команды. Смотреть матчи красных всегда интересно. Они бегут, пытаются что-то создать. И их гегенпрессинг позволяет побеждать любыми способами. Сколько было голов на последних минутах. А как часто они просто сминали соперников. Это лучшая команда по игре на пространстве и по физике в 21 веке. Ну и главное, такой стиль приносит успех не только дома, но и в Европе. Да, Жозе и Пеп. Стиль игры Ливерпуля не уникальный. Да, классный прейсинг, физика и прочее. Но разве на это будут равняться остальные? На беготню без остановки? А вот арсенал Венгера действительно плел кружева на поле. Его игра была вкусной. Арсен в свое время изменил всю АПЛ. Как и Жозе потом с внимательной игрой от обороны. А последним мега-новатором в Англии стал Гвардиола. Задав тренд на контроль мяча. Стиль же нынешнего Ливерпуля не останется в истории. А по созданию опасных моментов они близко не на уровне Сити даже этого сезона. По персоналям этот состав красных действительно исторический. В команде одновременно играют лучший вратарь мира, лучший защитник мира, самые созидающие крайние защитники планеты и самое эффективное трио нападения. В истории АПЛ я такого что-то не помню. Что подтверждает и премия «Золотой мяч». Сразу четыре игрока мерсисайцев были в топ-10. Тут играют лучший футболист Европы и два лучших игрока Африки. А еще представители красных два года подряд признавались игроками года в АПЛ. И сейчас снова в числе фаворитов. Ну какие тут вопросы? Оливерпуля и правда крутой набор игроков. Но скажите, кто из нынешнего состава красных вошел бы в сборную всех времен АПЛ? Если только Тренд или Ван Дейк. А этой команде уже четыре года. Роналду почти за это же время стал одним из лучших в истории лиги. В Челси были Драгба, Лэмпорт, Терри, Чех, ВМЮ, Рио, Видич, Гиггс, в Арсенале Анри, Виера, Берком. А все потому, что многие понимают, игроки мерсисайцев так круты только внутри системы Клопа. Мы видели в сборной Шотландии Робертсона. Ни о чем. Мы увидели в других командах Каутиньо. И что? Тренер – это вообще главная причина успеха команды. Потому что Клоп пришел в Ливерпуль, когда клуб занимал 10 место в АПЛ и за два года сделал красных самыми сильными в мире. При этом Юрген не имел неограниченных финансов, как Джозе или Пеп. А конкуренция в этой АПЛ была гораздо сильнее, чем во времена Фергюсона. При Юргене игроки показывают фантастический прогресс. Гвардиолу купил дорогих Уокера и Минди, а Клоп взял Робертсона за 9 миллионов и Трента из Академии и сделал их круче Уокера и Минди. Ну и тренер. Я обожаю Клопа, но в истории АПЛ, извините, конечно, он рядом с Фергюсоном и рядом не стоит. Сэр Алекс тут был 26 сезонов и вырастил несколько великих поколений. У него тоже не было суперресурсов. Он часто добивался крутых результатов с составом не суперзвездным и не самым дорогим. А еще Ферди делал трэбл, и его команды круче клоповских затаскивали матчи на последних минутах. Юрген же в свое время ушел из Боруссии, потому что шмели поплыли, и он признался, что не знает, как исправить ситуацию. В Ливерпуле такой период тоже настанет. Саш, я вот с тобой согласен, что Ливерпуль и Клоп не лучшие в истории АПЛ по каждому из этих пяти критериев. Но в целом, если учитывать у каждой из команд эти пять пунктов, именно у красных в среднем самый лучший показатель. Вассан, ты так говоришь, потому что у тебя слишком свежи впечатления от сезона. А вот через несколько лет, когда можно будет оценить историческую значимость достижений красных, все поймут, что ничего фантастического в том, чтобы завоевать три трофея за четыре года в команде, нет. Думаю, так считают и зрители. Вот тут сверху все за меня. Ребят, только не смотрите на все 26 лет Фергюсона, окей? Мы говорим о конкретном периоде одного поколения. И вот нынешний Ливерпуль действительно легендарный. Выбирайте меня. Ну и не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать кнопку поделиться. Тем более, что пока приостановлен сезон, мы все равно будем стараться радовать вас интересным контентом. Готовим сейчас новые рубрики, а у пяти причин будет небольшой перерыв. Да, но мы все равно будем спорить друг с другом. Только немножко в другом формате. Скоро на Мяч Продатшин. Саша, видимо, пересмотрел перед записью исторические репортажи Елагина Журавлев. И Вассант считает, что он представитель поколения Z и живет сегодняшним днем балан. Пока. Че, пофлексим, ребята? Редактор субтитров А.Семкин